Автомобиль в подарок. На добывающем предприятии Сибирский Антрацит, которое входит в группу Сибан Антрацит, подвели итоги конкурса Рабочий Годом. Победитель получил главный приз Рено Дастер в полной комплектации. Подробности далее. По мне так это очень положительно. Это повышает работоспособность, у людей становится азарт, в глазах гореть. И вообще я не знаю такого предприятия, которое такое делает, разыгрывает автомобиль. Только Сибирский Антрацит. Трудовой конкурс Рабочий Года в Сибирском Антраците юбилейный. В этом году его проводят уже десятый раз. В зале первый победитель Владимир Гнатович. Чтобы сесть за руль своего приза, пришлось получать водительские права. Зато на том же, заработанном 10 лет назад автомобиле, возит внучек в школу и сейчас. Откуда, зачем продавать? Она по мне солярки мало ест. Ну и в остальное, не ломается пока. Труд, труд. В течение года выбирают лучших рабочих месяца по производственным показателям, а победители определяют в финале конкурса. Рабочие специальности, они в нашей отрасли, в наших профессиях, они являются истоком. Истоком реки, которая формирует цепочку отраслевую. И в конце этой цепочки, у устья этой реки, стоят миллионы потребителей. Ваша работа, ее трудно переоценить. Она ценится миллионами жителей по всему миру. Поддержать своих приходят коллеги по работе, родные и просто соседи. Когда в том году наша оператор победила, я очень была за нее рада, потому что рассказывала всем знакомым, всем друзьям, потому что у нас в организации проводится вообще такой конкурс. Сегодня в Сибирском антраците трудится порядка двух с половиной тысяч человек. Конкурс на предприятии уже давно превратился в одну из любимых традиций. Для района это еще раз говорит о том, что Сибирский антрацит – это надежный партнер, надежный работодатель, выхвательщик. В этот раз финал впервые проходит в формате командной игры «Сток одному». Главного приза достоин каждый из участников. Кому достанется автомобиль, новенький Рену Дастер решает фортуна. Игорь Селиняев, победитель профессионального ворота фортура «Движнете» и «Движнете»! Не поверил как-то. Она когда достала, я уже прочитал видео. Мы с дочкой всегда в автоматы играем, игрушки достаем, и нас всегда везет. Промышленное предприятие – это не просто производственные показатели или достигнутые результаты. Но это прежде всего люди, которые работают рядом. Поэтому и секрет успеха победителя в слаженной работе всего коллектива. Станислав Блинов, Алексей Погодин, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok